Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин 2CAMP и наш новый видеообзор товара представленного в нашем интернет-магазине. В данном случае мы рассмотрим каркас для рыболовной сушилки универсальный. Все, наверное, знают, что не всегда получается подвесить сушилку к дереву или еще куда-то, бывает просто их нету, поэтому компания МПО Кедр предложила такой вариант, как быстросборную конструкцию для подвешивания сушилок. Впоследствии мы это тоже посмотрим, как подвешивается на нее сушилка, а сейчас посмотрим, что из себя представляет этот каркас. На самом деле, я первый раз, когда собирал этот каркас, я долго пытался разобраться в нем, как он собирается, чего в нем, куда вставляется. Вот, и минут так 10, покрутив в руках эти трубочки, так как конструкции нет на самом деле, поэтому данный видеообзор также будет инструкцией по сборке данного каркаса для рыболовной сушилки. Итак, весь каркас у нас убирается вот в такой вот удобный чехол. Вот, а здесь у нас есть удобная молния и две ручки для переноски. Дальше у нас есть что? Дальше у нас есть комплекты трубок одного диаметра, но с разными концевиками. Сейчас мы посмотрим поподробнее. Это, это, это у нас основные стойки, то есть это вертикально, они не разборные, идут уже вот в таком виде. Загнутые углы, то есть мы сразу представляем, что они идут на углы каркаса. Длина данного элемента у нас 90 сантиметров. Диаметр трубы, как я понимаю, у нас порядка 22 миллиметров. Труба у нас идет, наверное, толщиной где-то миллиметр. Таких стойк у нас 4. Дальше у нас идут 4 комплекта. Раз, два, три, четыре. Четыре комплекта трубок длиной. Два комплекта у нас идут длиной 51 сантиметр. Это раз, два. И два комплекта, соответственно, идут длиной 40 сантиметров. Раз и два. Для чего это все было сделано? Всего родная длина, разные вариации крепежа, да, про крепеж. Если рассмотреться, короткий у нас есть с завальцовкой с двух сторон. Короткий есть с завальцовкой с одной стороны. Здесь, как видим, завальцовки нет. Такой же комплект у нас идет длинный. С двух сторон завальцовка. И завальцовка с одной стороны. Что же у нас универсальное в данном каркасе и для чего такой разнобой? Из данной сушилки можно собрать три типа размера каркаса. То есть, единовременно вы соберетесь, естественно, один каркас. Но это может быть каркас с размерами 100 на 100 на 90. С размерами 75 на 100... нет. С размерами 110 на 110 на 90. С размерами 110 на 75 на 90. И с размерами 60 на 110 на 90. Для этого и были разбиты все эти трубки на разную длину. То есть, один вариант трубок. Это стандартная наша 110, которая идет практически во всех сушилках. То есть, вот сюда у нас вставляется часть развальцованная. Соответственно, если нам, допустим, нужно собрать сушилку шириной 60 см, мы берем трубку длиной 40 см, вставляем раз, и вставляем два. Это ширина нашей сушилки 60 см. Дальше продольной мы вставляем уже трубки сборной. Для того, чтобы собрать длину 110, мы берем с одной стороны развальцовку, со второй стороны развальцовку... и короткую. Здесь развальцовка есть, здесь ее нет. Собираем. У нас получается длина 110. И так собираем 4 трубки, вставляем сюда, сюда, и вниз тоже комплекта. Сюда вставляем все короткие элементы. Короткие трубки. Все. И у нас получится каркас 60 на 110 на 90. Если нам потребуется собрать каркас, допустим, шириной 75 на 110 на 90, то мы тогда возьмем трубку длиной 51 см с развальцовкой с двух сторон. Собираем. Вставляем сюда, сюда, в противоположную сторону. И уже собираем тогда длинную трубку 110 см, которая будет вдоль сушилки идти, из длинной 51 см трубки и короткую. Опять же у нас получится тот же 50-11 см. Те же 110 см, но уже будет с двух сторон развальцовка, которую мы, соответственно, сюда и вставим. И третий вариант будет, это когда вы все трубки уже будете использовать и соберете полностью конструкцию 110 на 110 на 90. Сейчас мы рассмотрим на примере сушилки 75 на 110 на 90, как она собирается и как она выглядит. и так у нас получилась сушилка с размерами 75 на 110, на 90 на 90. Точнее, не 75, а 73, как она выходит. Ну, там плюс-минус в зависимости от того, насколько вы сильно их сожмете друг с другом. Вот такая вот у нас сушилка. Сейчас мы попробуем подвесить на этот каркас сушилку Medium от компании NPO KEDR с тремя цепями. У нас на сайте она представлена как сушилка средняя от компании NPO KEDR. Заметим то, что сушилка идет также в своем чехле. В комплектацию у нас входит каркас с трубками и с цепями и посредственно сама сушилка. Я смотрю, как этой сушилкой, как ее устанавливать. Сразу скажу, что одному в первый раз это будет не очень удобно, но я думаю, у нас все получится. Здесь есть вот такие оттяжечки, такие веревочки, которые нам нужно повернуть через отверстие, так называемые леверсы, в самой сушилке. Продолжение следует... Сверху мы сушилку зафиксировали. Дальше можно зафиксировать нижнюю часть сушилки. Здесь у нас тоже есть веревочки. Думаю, с этим вы уже справитесь сами. Сушилка у нас оснащена молнией, которая защитит вашу рыбу от мух. Вот такой вот у нас удобный, функциональный, универсальный каркас для сушилки для рыбы. Как видим, то, что даже для этой сушилки было бы достаточно собрать, допустим, сушилку с размерами 60 на 110 на 90. Что еще можно сказать по данной конструкции? Труба у нас обыкновенная... Труба у нас идет стальная, окрашенная порошковой краской. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Заказывайте у нас сушилку для рыбы, каркас для этой сушилки. Ставьте лайки. Рекомендую.